Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня у нас будет короткое экспресс-гадание. Тема гадания «Любовь на расстоянии и перспективы этой любви». Сюда могут входить отношения людей, которые живут в разных городах, в разных населённых пунктах. Ну, также сюда, я бы сказала, ещё относятся и любовные треугольники. То есть, да, связь есть, но она, скажем так, требует дополнительных усилий, и есть определённые препятствия, и, как говорится, неизвестно, чем закончится. В общем-то, как вроде бы... Вот любовный треугольник – это тоже, друзья мои, любовь на расстоянии. Вот в моём понимании. Ну что ж, давайте посмотрим, что как-то скажут. Три варианта. Выбирайте любой или один на загаданного человека, или несколько, если у вас есть несколько поклонников или поклонниц. Это уже на ваше усмотрение. Обязательно, друзья мои, конкретизируйте человека, и желательно ещё и указывать период. Да, загадывать период в течение... Особенно перспективы. То есть перспективы данной связи, данных отношений, допустим, на год, на месяц, на два. Тут уж у кого какой аппетит. Кто не успеет, сделайте паузу, потом прослушайте, а я, друзья мои, начну. Итак, кто выбрал однёрочку, кто выбрал первый вариант? Давайте смотреть, что же у вас с любовью на расстоянии. Каковы перспективы этой любви? Есть ли, как говорится, шанс перерасти этой любви во что-то серьёзное? То есть соединить сердца и стать вместе? Или нет? Или это всё так временно? Итак, или обстоятельства помешают? Сейчас будем смотреть. Ну, вначале давайте так. Как вы относитесь вот к этой любви? К этому загаданному человеку, скорее всего. Как вы относитесь к загаданному человеку? И как загаданный человек относится к вам? Ну, вот, посмотрите. На вас выпал карта МАК. О чём она говорит? В принципе, вы настроены, можно сказать, относительно серьёзно. Ну, тут серьёзность может иметь разный аспект. Либо аспект интереса. Ресурсный, я бы так сказала, интерес. Да. То есть за счёт этого человека, ну, скажем так, порешать, может быть, свои проблемы. Порешать свои какие-то, может, даже материальные, кстати, в том числе. Но в любом случае вы намерены задействовать всё, что у вас есть. Какой у вас есть план, какие у вас есть варианты. Всё это задействовать. Может даже, знаете, и в каком-то плане и магию задействовать. Но приблизиться к этому человеку и стать вместе, стать с ним рядом. Вот как-то так. Что касается загаданного человека. Ну, тут выпал паш, чаш. Тут, конечно, есть разница между вами и что чувствует этот человек. В данном случае, да, он ищет пути, пути выхода, может быть, ищет встречи. Тут больше чувств, понимаете. Тут вот как-то особых намерений, вот когда чашевая карта выпадает, тут особенно вот паш, паш, чаш, это вот какое-то, знаете, детское отношение, что ли, возвышенное отношение, может, где-то иллюзорное. Может, он себе там нарисовал ваш образ во всех, как говорится, планах. Хотя, может, этот образ далеко от того, что какая вы есть или какой вы есть. То есть тут чисто больше чистой воды романтизм и чистой такой воды нереализованности. Вот я бы так сказала, друзья мои. Ну, что ж, чувства есть, какие бы они ни были, но чувства есть. Может просто вот флиртануть, может почувствовать себя нужным или нужной, может испытать вот опять вот это волнение, всё может быть. Ну, давайте теперь смотреть, а что же факту-то, каковы перспективы-то отношений ваших? Соединятся ваши сердца под одной крышей или нет? Что из этого получится? Ну, и ещё, наверное, одну карту. Сейчас мы вот так вот сделаем. А то, боюсь, не войдёт. Что мы видим, друзья мои? Мы видим восьмёрку жезлов, восьмёрку чаш и восьмёрку мечей. Три восьмёрки, друзья мои. Ну, вот не хочется, конечно, огорчать. Вот. Да, будут вами перебраны все варианты, все возможности, но в результате либо слишком много ограничений для того, чтобы вам быть вместе, для того, чтобы связь эта продолжилась, либо внутренних страхов, опасений. А что из этого получится? Вот тут мне вот как-то вроде бы спокойненько и хорошо. Зачем мне вот туда лезть, как говорится? Ну, никакого вроде бы как смысла. То есть, может быть, у кого-то вот эти страхи будут. Внутренние придуманные препятствия, ограждения, оранки. Да, может присутствовать страх более близких отношений. И, в общем-то, друзья мои, в итоге, в итоге, не могу вас ничем порадовать, в итоге, конечно же, отношения могут прерваться. Есть большая вероятность того, что вы расстанетесь, придете к выводу, что нет смысла продолжать. Вот как-то так. Да, возможно, у каждого из вас обязательства в своей семье. Возможно, действительно, что-то связанное с детьми, может быть, с материальными какими-то вопросами. Но когда вы все взвесите, да, вы переберете вот это, варианты, насколько ущемляют эти отношения, будут ущемлять эти отношения, ваши интересы, то, в принципе, в итоге скажите нет. Либо не ко времени, либо не надо совсем, либо, скажите, притормозить, притормозить. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше смотреть, что у нас по второму варианту. Как у вас будут дела складываться с вашей любовью. Может, это любовь действительно на расстоянии, что вы в разной местности находитесь. Может, это любовный треугольник. То есть нет возможности встречаться, когда хочется, и быть вместе. Понимаете? Вот это, для меня это любовь на расстоянии. Ну что ж, давайте смотреть, каковы перспективы ваших отношений. Как вы к этому вопросу относитесь? Как ваш загаданный человек к этому вопросу относится? Обязательно оговаривайте перевод, чтобы было вам удобнее. Перспективы в течение какого периода вы ожидаете увидеть. Итак, перспективы ваших отношений, вашей любви на расстоянии. Как вы относитесь ко всему этому делу? Угу. Рыцарь-чаш. Как на это дело смотрит на вашу любовь ваш партнер или партнерша? Ну, мы видим тут, в общем-то, довольно-таки большую полярность, скажем так, разницу. Да. Если вы на это смотрите как на чувственный элемент, да, что есть, как бы, расслабиться, получить новые впечатления, почувствовать себя вот такой нужной, ценной или ценным, может быть, даже, знаете, для кого-то это шанс куда-то переехать, разорвать старые отношения, которые, в общем-то, уже стали очень тяжелы. Как бы, знаете, поменять партнера или поменять партнершу на более лучший вариант. Ну, конечно, несмотря вот на эти желания, всё-таки тут больше эмоциональная составляющая и нерешительность своего рода. Да, присутствует момент, что, а что же там-то будет? А как же там, вот как-то неизвестно. Стоит ли менять шило на мыло? Вот что-то в этом роде. То есть элемент неуверенности есть. Как ваш загаданный человек? Ну, вот если вы женщина, и загадываете на мужчину, то, конечно, этот загаданный человек, он вас очень ценит. Вы для него такая состоявшаяся, такая состоятельная, может быть, женщина, такая хозяйственная, умная, которая может организовать весь домашний быт, которая в трудную минуту поможет, может даже на себя взвалить, как говорится, все проблемы и порешает за вас проблемы. Вот как-то так, друзья мои. Ну что ж, пойдем дальше. Давайте все-таки смотреть, а что же с перспективами. Семерка Пентакли. Так, сейчас мы тут маленечко вот так вот сделаем. Ага. Семерка Пентакли, четверка Пентакли и король Пентакли. Ну, вы знаете, в ваших отношениях вы мало что решаете. Все-таки решать будет мужчина. И вот тут самое главное слово, и от него все зависит. Ну, судя по выпавшим картам, семерка Пентакли и четверка Пентакли, есть, конечно, моменты, препятствующие вашему союзу. Не очень хорошие перспективы. Как-то, знаете, вот такое ощущение, что ни шатка, ни валка. Да, ни шатка, ни валка. И в загаданный период вряд ли что получится. Вряд ли вы соединитесь и станете вместе. Даже более того, знаете, может даже и ваши отношения остановятся на том же уровне. То есть продвижение вперед, каких-то изменений, ну вот не вижу я здесь. Не вижу. Вот как вроде бы законсервировалось в одном виде. Так и остается. То есть нет тут развития абсолютно, нет никакой динамики. Ну и одни сплошные ожидания, где-то ограничения, где-то, может быть, даже и финансовый вопрос, может быть, зависит многое действительно от того, что финансы не позволяют вам, финансы не позволяют бросить все и рискнуть и пойти, как говорится, на абордаж. Загаданному человеку, возможно, финансы не позволяют взять на себя новые обязательства. Или у него этих обязательств и так целая куча. Ну, либо он просто не считает нужным. И вот это положение вещей устраивает. Вот как-то так, друзья мои. То есть извините, но тут мне порадовать вас нечем. То есть по выпавшим картам отношения останутся на том же уровне, на каком и были на данный момент. Ладно, идем дальше, друзья мои. Кто выбрал третий вариант? Давайте смотреть, что у вас. Что с вашей любовью на расстоянии? То есть это либо любовный треугольник, соответственно, нет возможности встречаться, есть некие ограничения. Либо вы живете абсолютно в разных населенных пунктах и проблема именно в этом еще. Давайте посмотрим перспективы ваших отношений. Загаданный период обязательно. Обязательно, мои хорошие. То есть перспективы в течение какого периода? Что будет с вашими отношениями? Будет ли развитие? Будет ли какой-то прорыв? Или все, как говорится, прервется или остановится? Итак, что с вашей любовью? Какие вы перспективы? Ну, во-первых, давайте спросим, как вы на все это дело смотрите, на эту связь, на эти отношения? Так, карта суд. И как смотрит загаданный человек на эту связь? Ну, вот смотрите, вы, карта мир. Для вас это не просто новая связь. Ставите большие, можно даже сказать, ставки делаете на эту связь. Для вас это обновление, переход на новый этап. Возможность что-то действительно кардинально поменять в своей жизни. Вот, кардинально сменить партнера или партнершу. То есть для вас это очень-очень важно, друзья мои. Что касается загаданного человека. Ну, четверка жезлов, согласитесь. Все-таки он, этот человек, не настроен особо форсировать эти события. Такое ощущение, что он замкнулся в своем мерке, и его пока все устраивает. Пока все устраивает. Это не говорит о том, что он хочет прекратить отношения. Нет, возможно, вы для него, ну, уж простите за выражение, как дополнительный вариант, дополнительный ресурс, уж для чего, не знаю, может, запасной какой-то вариант. Но пока он не строит каких-то серьезных планов и не настроен особо на продвижение ваших отношений. Ну что ж, давайте посмотрим, каковы перспективы. Каковы перспективы вашего союза, ваших отношений. Загаданный период, друзья мои, обязательно период указывайте. Иначе ваши отношения могут длиться несколько лет, что, кстати, очень нередко бывает, я бы так сказала. Итак, что будет с вашей любовью? Каковы перспективы развития ваших отношений? Итак, о, выпрыгнула. Сейчас, минутку. Пятерка чаш. Так, что еще? Иерофант. Что еще? Луна. Ну, прогноз, в общем-то, неутешительный. Я бы так сказала, друзья мои, да. Не исключена какая-то ситуация пожарного характера. Не исключена, друзья мои. Либо вы сами спровоцируете такую ситуацию. Либо ваш загаданный человек своим каким-то поступком, словами, поведением. Вот. И не нравится мне здесь, конечно, карта Луны. Все темно, непонятно, неясно, куда все идет. Да, возможно, между вами встанет брак, если это любовный треугольник. Даже, знаете, может быть брак бывший. Может, человек в разводе. Или вы в разводе, но тем не менее, какие-то будут у вас все равно препятствия со стороны бывших отношений или ныне существующих. Да, друзья мои. Может быть, кто-то из старших родственников. То есть, кто-то может стоять между вами. Между вами и вашим загаданным человеком. Да. Может, вы получите совет. Может, какую-то информацию получите, что, ну, вот как-то вот все вот так вот, знаете, неперспективненько. Ну, знаете, вывод такой, мои хорошие. Я не вижу здесь разрыва особенного. Не вижу. То есть, в загаданный период, в принципе, отношения могут продолжиться, существовать еще. Но вот такое ощущение, что чем дальше, тем больше влез. Тем дальше влез, понимаете. Тем больше каких-то непоняток, скрытых моментов и вообще скрытничения. Уж не знаю, с вашей стороны или со стороны вашего загаданного человека. Ну, Луна, она всегда приносит действительно ночь. Ночь в отношениях. Поэтому, ну, вот получилось, как получилось. Да, мы видим тут пятерку еще часто ваше переживание, волнение, желание, как говорится, определиться, желание приблизиться к заветному браку. Но, увы и ах, Луна нам говорит, ребятки, вряд ли. Подождите, подождите. Знаете, могут еще и вскрыться какие-то обстоятельства по Луне, да, которые вас огорчат. И может быть, это действительно приведет к разрыву. То есть, делаем вывод, делаем вывод. В загаданный период вряд ли хорошие будут перспективы. Вот как-то так. Либо остановится все на одном уровне, и еще больше вы отдалитесь, еще больше будет непонятно, что же дальше. Вот. Вот. Либо все будет идти к затуханию. Вот такой вариант у нас получился. Вот такой результат, точнее, получился, мои хорошие. Ну что ж, спасибо вам за внимание. На этом я закругляюсь. И мне остается только, конечно же, пожелать вам здоровья, удачи. Пожелать вам любви обязательно. Обязательно, обязательно встретить того человека, или сойтись с тем человеком, который вам по душе, с которым вам комфортно, и есть какое-то единое понимание вашего союза. Ну, а самое главное, друзья мои, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Продолжение следует...